Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка и у меня классная новость для вас. Вы все, скорее всего, все или почти все, знаете про автоматическую пивоварню хмельницы. Я думаю, почти каждый, кто ее не купил себе еще до сих пор, почему-то, в определенный момент, изучая информацию о ней, думал, дорого, вот бы как-то поменьше. И вот мы что придумали по этому поводу. Мы придумали конфигурацию, которая называется хмельница-базис. Это для тех, кто хочет начать работать с золотом, начать работать с зерновыми, варить зерновые заторы, варить пиво, при этом потратив не так много денег, как стоит полная автоматическая пивоварня-хмельница. И иметь возможность в будущем, возможно, приобрести все остальное, если окажется, что вот эта зерновая история с пивом, с зерновыми заторами, это ваша тема. Поэтому представляю вам пивоварню-хмельница-базис. Что она из себя представляет? В двух конфигурациях на 37 и на 50 литров. У меня 37-литровый, если моя память не с кем не изменяет куб. И, соответственно, это куб, это крышка. Крышка готовая к самогону варенью, то есть здесь есть двухдюймовый кламп и вот такая вот силиконовая ручка, которая на этот кламп надевается и позволяет горячую крышку очень удобно снимать и ставить на место. Клапан аварийный, силиконовое уплотнение по кругу, хомут. В общем, все то, что нужно для работы с самогоноварением на данном кубе. Это обычная классическая кастрюля, проверенная годами люксталевского типа. Соответственно, что в ней есть еще? В ней есть кран, обычный сливной кран и электронный термометр, который находится непосредственно внутри, непосредственно среди, то есть он через уплотнение вставляется и измеряет температуру жидкости, температуру затора непосредственно внутри. Также, ну, для установки крана есть фум-лента. В комплекте лавсановый мешок для затирания. И то, что люди называют каркасом, а я люблю называть скелетоном, то есть основа пивоварни хмельница это система затирания в лавсановом мешке. Соответственно, он на этот каркас надевается, внутри остается дробина, а после затирания сусло, пиво, все, что хотите, спокойно фильтруется через кран. При установке, чтобы мешок не мешал фильтрации, есть специальная защита сливного крана. И, собственно, все это вместе составляет основу пивоварни хмельница без электрической ее части. Соответственно, если вы приобретете такую конфигурацию, во-первых, вы сразу имеете отличный куб для самогонного аппарата и сможете дополнить его колонной и гнать от души. С другой стороны, если поймете, что пиво и вот эта вот вся зерновая история это ваше, вы сможете дополнительно приобрести плиту пивоварни хмельница с термодатчиком, который устанавливается в отверстие этого куба вместо электронного и превращает эту плиту в мозг пивоварни. Можете дополнить эту систему миксером пивоварни хмельница. Все это у нас сейчас продается отдельно. Соответственно, вы можете скомплектовать, если вы поймете, что вы не ошиблись. И пивное и зерновое направление это ваша история. Сможете дополнительно приобрести плиту и миксер. Приобрести чиллер я бы рекомендовал вот такой противоточный. Можно пользоваться погружным и в результате, не влезая в какие-то отношения с банками, с рассрочками, с кредитами и со всей этой историей, вы сможете по компонентно собрать себе полную хмельницу или остановиться на базисе, если это то, чего хочется вашей душе, если это такой простой зерновой истории для вас достаточно. То есть, мы усовершенствовали замысел сусловарочного котла, мы улучшили фильтрацию при помощи ловсанового мешка и сделали легким возможный вырост до полной автоматической пивоварной хмельницы на 37 или на 50 литров. Поэтому прикидывайте, думайте, выбирайте ваш объем и заказывайте. Внизу будет ссылочка. Ну а у меня на этом на сегодня все. Вы были на канале Русская Дымка. Цените натуральное.